Разберем, что здесь происходит по шагам. Изначально мы прикрепляем программу к графику и в результате этого исполняется головная часть программы. Сразу. После того, как головная часть программы исполнилась, клиентский терминал передает управление функцией init. Помните, мы с вами говорили о таком понятии, как передача управления. Как я говорю, луч внимания. Где сейчас находится луч внимания, что сейчас работает. Далее. Исполняется код init. Возможно, там объявляются переменные, отображаются графики, сообщения и так далее. После этого клиентский терминал переходит в режим ожидания тика. Как мы с вами говорили, происходит следующая ситуация. Выполняется init. Дальше, прежде чем выполнится старт, должен прийти новый тик. Когда тик приходит, клиентский терминал вызывает для исполнения функцию старт. Исполняется код специальной функции старт. Она заканчивает свою работу. Как мы говорим, возвращает управление клиентскому терминалу. Вот луч внимания опять у клиентского терминала. Клиентский терминал снова ожидает новый тик. Новый тик поступает. Клиентский терминал снова вызывает на исполнение специальную функцию старт. Исполняется код специальной функции старт. Функция старт заканчивает свою работу. Снова возвращает управление клиентскому терминалу. Снова клиентский терминал ждет новый тик. Потом снова запускает старт. И этот процесс повторяется. Когда мы с вами решаем, что хватит, останавливаем работу робота, то мы отсоединяем робота от нашего графика и в этом случае запускается на выполнение функции dInit. Там мы можем прописать, к примеру, удаление ненужных объектов, переменных, то есть почистить за собой рабочее пространство, если нам больше не нужны вот эти объекты, которые создавались в результате работы данного робота. И после того, как выполнилась функция dInit, управление возвращается снова к клиентскому терминалу. Когда речь заходит о пользовательских функциях, то они исполняются в тот момент, когда до них дойдет код. Иными словами, до тех пор, пока наша пользовательская функция не вызвана, помните, мы сами описывали функцию гипа, к примеру, или вот сегодня мы опишем функцию myFunction. В общем, вот пока этот код не встретится, пользовательская функция не выполняется и управление ей не передается. Как только мы дошли до этой функции пользовательской, управление передается в эту функцию и выполняется ее код. Когда мы запускаем пользовательскую функцию, и она уже работает, то мы можем из нее вызывать другие пользовательские функции. То есть, к примеру, если у нас написано 4 пользовательских функции, то это не значит, что мы просто должны их помещать друг за другом и не можем использовать одну функцию внутри другой. А пользовательские функции вызываются, ну, вернее, лучше так сказать, не вызываются клиентским терминалом, а всегда вызываются из какой-то специальной функции. То есть, по сути, можно это, знаете, как описать, что клиентский терминал MetaTrader, он имеет дело с тремя функциями init, start и di init. А вот все дополнительные функции, которые мы пишем, они выполняются в рамках этих функций. И, как говорится, терминал занимается вот исключительно только тем, что, так сказать, он знает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова